Итак, Е3 стартовала, вместе с ней на игроков вывалилась куча разной информации. И мы тут собрались как раз таки по этому поводу. Но для начала хотел бы предупредить вас о том, что на протяжении Е3 новости в таком формате будут выходить каждый день. Не знаю, хорошо это для вас или плохо, но мы со всей силы постараемся высветить максимально понятно. Если поддержите лайком, буду благодарен. И без лишних слов, погнали! Если ты ждал новую Борду, то есть плохие новости, ее не представили. Но, как и ожидалось, на Summer Game Fest показали Tiny Tina's Wonderlands — ответвление Borderlands с фэнтезийным антуражем. Игра создается силами Gearbox. В трейлере показали, как какой-то тип кует себе оружие. Когда к герою приблизился дракон, тот закончил работу над пушкой, который оказался пулемет необычной формы. Персонаж начал вести огонь, после чего в кадре появился сияющий единорог. Он выстрелил в дракона разноцветным лучом, и на этом моменте ролик закончился. Безумие в трейлере объясняется концепцией. События игры разворачиваются в вымышленном мире крошки Тины, и она управляет им по своему желанию. Отсюда и фэнтезийный антураж с драконами и прочими атрибутами. В игре пользователи смогут создавать собственных персонажей и выбирать им класс. Геймплейная концепция проекта будет аналогичной Borderlands. Игроков ждет шутер от первого лица со множеством пушек и прочего снаряжения. Проект выйдет в начале 2022 года на ПК и консолях. Компания SNK и разработчики из студии Dotemo анонсировали Metal Slug Tactics. В отличие от предыдущих частей популярной серии двухмерных шутеров, заявленная для ПК-новинка впервые предложат поклонникам тактические бои с элементами roguelike. Автор обещает высокую реиграбельность благодаря процедурно-генерируемым миссиям, бросающую вызов игроку сложности, а также отмечает наличие уникальной визуальной составляющей, знаковых боссов из классических игр серии и увлекательные игровые механики. Гениальный Хидео Кадзима анонсировал не менее гениальную режиссерскую версию своего свежего проекта — Death Stranding. В дебютном трейлере с коробкой, в которую забирается Сэм Бриджес, мелькнуло много отсылок на первую Metal Gear Solid и Shadow Moses. В грядущее издание войдет новый сюжетный контент. Какой именно, на данном этапе не разглашается. Презентация пройдет в ближайшие недели. Подробностей пока минимум, за исключением того, что оригинал обновят для PS5. При этом сама режиссерская версия заявлена тоже только для PS5. Студия Frontier показала продолжение симулятора парка развлечений Jurassic World Evolution по мотивам одноименной серии фильмов. В сиквеле игрокам предстоит впервые выйти за пределы архипелага Муэртес и построить свои собственные аутентичные миры юрского периода в разнообразных новых местах — от густых лесов до выжженных пустынь. Заявлена новая сюжетная кампания с приглашенными звездами франшизы, происходящая после событий ленты «Мир Юрского периода 2», а также расширенные возможности управления и строительства — четыре режима и еще больше разнообразных динозавров, включая летающих и морских видов, добавленных по многочисленным просьбам фанатов. Одним из нововведений второй части станет режим House Fury, позволяющий принять участие в ключевых эпизодах франшизы и посмотреть, как могли бы развиваться события серии при других сценариях. Релиз состоится в конце года на всех платформах. Хоррор The Dark Pictures Anthology House of Ashes от Bandai Namco и студии Supermassive обрел дату релиза и новый сюжетный трейлер. Премьера третьей части антологии состоится 22 октября для всех заявленных платформ. На выбор игрокам будет доступно три издания — стандартная, сборник с Man of Madden и Little Hope, а также коллекционка по Zuzu Edition. В состав последней войдут сама игра, фигурка монстра из подземного мира высотой 10 сантиметров, металлический значок с солнечным затмением, постер и набор наклеек. Предзаказчики получат ранний доступ к режиме Curator's Cut. А вот и обещанные игры Sony, если вы ждали. Глава инди-подразделения Sony Aisuhayosida презентовал публике Salt and Sacrifice — продолжение ролевого экшн-платформера Salt and Sanctuary. По словам основателя SCA Studios Джеймса Силвы, Salt and Sacrifice расширяет мир предыдущей игры и вводит новую роль — отмеченного инквизитора. Он преступник, приговоренный к смерти, но помилованный в обмен на пожизненную службу на нескончаемой войне против магов, бродящих по миру и сеющих хаос. Игрокам достанется роль одного из таких отмеченных инквизиторов. Персонажу можно будет выбрать совершенное преступление, внешность и класс — всего их будет восемь. Охота на магов — многоступенчатый процесс, в рамках которого пользователям предстоит находить зацепки и выслеживать своих жертв. Суммарно, будет более 20 типов магов. Помимо прочего, обещают кооператив, крюк-кошку, более 100 монстров, возможность создавать новую экипировку из останков магов и присоединяться к многопользовательским фракциям. Игра планируется к выходу в первом квартале 2022 года по цене 20 долларов. Игра также появится на ПК. Ну и нам наконец-то показали Dark Souls 4, то есть ожидаемую многими Elden Ring — боевика с элементами RPG от FromSoftware и Bandai Namco. Игроков ждет большой открытый мир, создание собственного персонажа и билда, а также схватки с могучими противниками и боссами. Ролик получился зрелищным и содержит много кадров со сражениями против боссов, способных похвастаться необычным и запоминающимся дизайном. Сначала на видео показывается нарезка кадров с локациями. Зрителям представили огромное светящееся древо, военный лагерь, старые руины, густые леса и прочие места. Параллельно закадровый голос вещает о падении Золотого Ордена и возвращении некой катастрофы. В следующих эпизодах показывается, что открытый мир Elden Ring можно будет исследовать верхом на призрачной лошади. Трейлер содержит фрагменты с призывом животного и его прыжком на отвесную скалу. Возможно, последний момент намекает на соответствующую механику в проекте. Больше всего времени в трейлере уделено сражениям против разнообразных существ, многие из которых наверняка будут боссами. В ролике присутствует многорукий монстр, передвигающийся по воздуху олень невероятных размеров, огнедышащий дракон, оборотень, гигантский колосс с двусторонним копьем своеобразной формы и еще около десяти противников. Герой в битвах применяет несколько видов оружия — мечи, косы, кинжалы и т.д. Игрокам предстоит создать персонажа в редакторе и отправиться в странствие по суровому миру, которому грозит гибель после разрушения кольца Элдена. Нелинейный сюжет и детально проработанные мифология и история прилагаются. Разработчики подтвердили присутствие мультиплеера на четырех игроков. Все покупатели на PS4 смогут обновиться до версии под PS5 бесплатно. На консолях Xbox бесплатный апгрейд будет осуществляться через систему Smart Delivery. Не секрет, что Elden Ring представляет из себя прямое развитие идей трилогии Dark Souls. Miyazaki выкатит игру 21 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Главное есть болото! Шрек будет рад. Продемонстрировали новый геймплейный трейлер Solar Ash — приключенческого экшен-платформера от студии Hard Machine. В ролике показали битву с большим летающим существом и взгляд с высокой точки на мир проекта. Видео начинается с того, что Рэй встречается с похожим на дракона существом. Затем она забирается на высокое здание и на миг в кадре появляется панорама окружающего мира. В этот момент зрители могут увидеть грибные поля, территорию покрытую лавой и островки сооружениями необычной формы. Спустя мгновение протагонист запрыгивает на спину огромного летающего создания, ударяет врага в специально отмеченные точки, а в конце наносит финальный удар. Solar Ash выйдет в этом году на ПК, PS4 и PS5. Был показанный первый геймплей онлайн-боевика по зловещим мертвецам Сэма Рэйми. Созданием проекта занимаются студии Boss Team Games и Saber. Игроки могут взять на себя роль Эша, Скотти, Лорда Артура, Келли Максвелл или другого персонажа из вселенной Зловещих Мертвецов, и отправиться вместе с друзьями, исследовать местность, создавать различные вещи из найденных предметов, собирать припасы и искать ключевые предметы для закрытия брешей между мирами. Кроме кооперативного режима, в игре также будет присутствовать PvP и более 20 разнообразных видов оружия, включая бензопилу Эша. Злодеи не промах, и могут напугать до усрачки. Проект будет напоминать Пятницу 13, но только представив популярные локации из франшизы Зловещих Мертвецов. Для победы над демонами нужно будет собирать страницы некрономикона и другие артефакты. Игра выйдет в этом году на всех актуальных платформах. Koch Media представила свой новый премиальный игровой лейбл Prime Mata. Он предназначен для выпуска игр от студий со всего мира. Компания решила расширить свой портфель лейблов, чтобы удовлетворить постоянно растущие требования и возможности для все более разнообразной аудитории. Он будет издавать множество новых игр в широком диапазоне жанров, в том числе от известных студий, вроде Warhorse. Сейчас же в производстве находятся Payday 3, кооперативный шутер от Starbreeze, Crossfire Legion, стратегия в реальном времени от студии Blackbird во вселенной Crossfire и, самое главное, новая Painkiller, шутер от Saber Interactive. Ну и Switch-версия Kingdom Come Deliverance. Кроме того, Koch заявили, что следующий проект Warhorse Studios тоже войдет в эту линейку. Хакеры продолжают создавать неприятности крупным игровым компаниям. К списку пострадавших добавилась корпорация зла EA. Злоумышленники поведали на специализированных форумах, что получили доступ ко всем сервисам. В целом они украли 780 гигабайт компании, по крайней мере об этом говорится в сообщениях, скриншоты которых удалось добыть изданию Vice. Среди полученных файлов имеются инструменты, исходный код движка Frostbite, исходный код FIFA 21 и ее сервера для подбора игроков. Кроме того, в распоряжении хакеров находятся комплекты разработчиков и проприетарные инфраструктуры для производства сложных систем, созданные электрониками. В комментарии Vice издательство подтвердило факт взлома. По мнению компании, кража никак не повлияет на ее бизнес. Отдельная EA заявила, что личные данные пользователей не пострадали. Но мне кажется, на самом деле, кто его знает, сказать можно что угодно, дабы тебя не забросали многомиллионными исками. Джейсон Шрайер поделился очередными порциями инсайдерской информации в подкасте TripleClick. Итак, Starfield покажут в ходе презентации Xbox, а релиз намечен на 22-й год. В разработке новая часть Assassin's Creed. Игра просто огромнейшая, это самая масштабная часть серии. Проект легко превзойдет даже Assassin's Creed Valhalla и Odyssey. Честно говоря, думаю, Ubisoft стоит задуматься насчет качества, а не размера своих миров. Guardians of the Galaxy представят на презентации Square Enix, проект не будет игрой-сервисом. После Far Cry 6 серия радикально изменится и это заметно уже сейчас. Ну а многострадальную Skull and Bones выпустят не ранее конца 2022 года, а Beyond Good and Devil 2 и вовсе на самых ранних стадиях создания. Из интересных, но мелких новостей еще 17 июня стартует 4-й сезон Call of Duty Black Ops Cold War. С ним добавят новый контент, включая ремейк легендарнейшей карты Hijacked из Black Ops 2. Кстати, я очень любил вот эту карту и броски гранат на рез противника через весь корабль. Ну а дорожную карту сезона раскроют 14-го числа. МО нас в ближайшее время ждут новые роли, множество косметики, трофеи, режим пряток и пятая карта. Из Таркова до сих пор не сбежали, держу в курсе. Но зато показали геймплейный тизер новой локации с Came From Tarkov – улицы Таркова. В ролике можно увидеть Конкордию – жилой комплекс бизнес-класса, состоящий из двух зданий, который расположен в деловой части центрального района. Улицы Таркова появятся вместе с выходом обновления 0.13. Thunderfool анонсировали красивую нарисованную приключенческую игру Planet of Lana в научно-фантастическом сеттинге. По сюжету молодой девушке со своим верным другом предстоит отправиться в опасное путешествие через красочный мир, который наполнен холодными машинами и удивительными существами. Помимо них они повстречают на своем пути множество головоломок и препятствий, которые необходимо преодолеть. Релиз состоится в 2022 году. Студия Sharkmo показала дебютный геймплейный трейлер Blood Hunt – королевской битвы во вселенной в Empire The Masquerade. Проект выйдет на ПК позже в этом году по условно-бесплатной модели. Создатели проведут закрытую альфу 2 июля. Для бывших и будущих студентов представлена Two Point Campus. Игра является продолжением симулятора Two Point Hospital, однако на этот раз пользователям предлагают построить не больничный комплекс, а возвести современный университет и заодно заняться обустройством прилегающей к нему территории. Общага с тараканами, движуха с одногруппниками и запаренная вермишель быстрого приготовления в комплекте не идут. Уж извольте. Говоря про общагу с разными тварями, показали и небольшой тизер-трейлер кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood. 13-го числа обещает показать гораздо больше геймплея и полноценный трейлер игры. Но пока только короткий тизер, который также анонсирует старт открытого бета-тестирования 6 августа. А еще в тизере нашлось место для ранее невиданного гигантского монстра. Ну что, как вам пока с Elden Ring? Ждете новую часть Дарк… в смысле новую РПГ от Фромов? Мне лично очень зашло. Да и как вам презентация Summer Game Fest в целом? Не стесняйтесь и давайте обсудим последние новости в комментариях, жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в дискорде и на лайв-канале. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами!